Будет. Что вы делать будем, знаете? Нет, ну я думаю, вы объясните. Пообщаемся? На камеру? Конечно. Будем общаться? На какую тему? А на какую ходишь? Там набежали. Да и мне, Дон. Военную тайну дали тебе? За военную тайну, что я могу рассказать, я ничего не знаю. За чифир зато можешь рассказать. Браслет на руке. Да, что они таблетки дали. Я не знаю. Звонить будешь тогда? Да. Кому? Знакомый. 07. 917. До свидания. Как твоя камера? Моя? Да. Образков. Образков? Да. О? Да, да. Слово образец. Образцовый ты? Образков. Леонид Александрович. А нет, мне ее девушка. Это кто вообще? А, ее Лена зовут. А я себе сохраняю, чтобы найти. Она кто тебе? Знакомая. Общаетесь? Да. 20. Есть у нее? Есть. Да, есть. Плюс семь. Есть. Может она в другом наберем. Ты в другом наберешь? Нет. Ну она сейчас скажет. Да. Да. Я откуда знаю. Как вас заберу? Увиду. Вот такой. Может быть. Можно будет еще раз. Да. Добивай. Такой. Можно будет еще раз. Да, потом. Добивай. Перстней наколол себе. Короче. Что-то значит все? Да, ничего ничего не значит. Все, готов. Добрый день. Добрый день. Он добрый? ну как сказать пассажир а если никак сказать можно громче говорить потому что если не как сказать конечно плохо чего что в плену оказался кто виноват в том что ты можно у вас даже на возраст можно закрыть будет не буди офигеть того еще не видел на этого снят на практически старые моменты старые 90 кого не коля такого чего не поля молодежь такая поколение веб не та тюрьма да сколько оттенек в общество до 20 уже не считаешь на представься образков нибудь александр дата рождение 4 на 3 1921 года рождения 81 вы на год старше меня 20 уже по сути полжизни так получилось ну я понимаю что ты получишь в каком городе вы родились иркутской области а вырос во левостоке город находка находка есть находки образец жизнь да наверное такая получилась ну раньше же тяжелая мог поговорим что на тяжелое тяжелое вы даете согласие на то что мы с вами побеседуем это будет потом опубликовано да да и ничего такого не говорим то возьмите но я не буду спрашивать где бункер вашего царя да я не знаю а вдруг ты знаешь кто мне скажет я не знаю короче будет записано и опубликовано я это понял что ты собачок вы являетесь блогер это ваша жизнь это ваша деньги нет наша у нас другое цель у вас вы же из этой восьмерки до для дмитрия владимира помню нам сразу скажи то что что они мы вас ползали по вы видите и что это хорошо за границами ведущего по всей системе то что мы ванга план это ответ на вопрос зачем прошу всех кто задает этот вопрос зачем мы платим зачем люди участвуют в нашем фонде за вас заплатили не мы лично наши граждане другие граждане даже если из прашки из ваших тонн фонд скидывает деньги чтобы вас не убивали ну как меня не знаю я просто не глупый человек просто догадываться потому что когда вы за своих солдат да наши там за нас ваши не за вас ну вы не нужно же стране как сказать мы не нужны муж другим простому народу у нас есть там росли есть друзья не скажу что есть мать я у меня я не вот она с которой напряженная она намного сделал про он числе можно громче если много сделал плохого поэтому напряженная обстановка в отношении я думаю то что все будет нормально главное вера на позитиве и не будить шоу за перстни набиты да ну простые песни ты я например вообще не понимаю за что именно объяснить лучше что-то значит ну да расскажите дорога через малую ветку по жизни там по жизни безотсовщина любитель дней сколько ходок темная жизнь это у нас у определенного круга друзей сколько ходок это больше веке нужен не помните ну я просто во первых я контужен уже неоднократно и даже сейчас во вторых во вторых но уже смысла нету считать нету нету больше пяти уже дальше разницы нету 7 8 я говорил последний раз то что последний срок и ухожу на пенсию типа сидеть не не будешь или как ну что значит для зэка уйти на пенсию честно чуть идти на пенсию это завести хозяйство уйти в деревню жить и все и потеряться просто потеряться но сейчас выходишь тюрьмы я дают надзор 8 лет вот как мне дали 8 лет три отметки ограничение шипов и отметки в месяц на ограничение полно вышел мне так там что-то все тюрьма закрывали уже так много тебя ну я еще не вышел между ходками может не заход закрывали за нарушение режима на 15 привести в чувстве привели за шо 1 1 1 ход по малолетке это понял по кольцу по малолетке но первая статья про облил прокурора зеленкой 2 за просто а мопед угнал так вначале угнал мопеда потом облил прокурора зене сначала облил зеленка меня под подписку опись одеты прокурора носу не там находки зачем ты воблил или ты не знал что это не знал только на фига чтобы сесть не на спор с кем спорю с друзья гениальный спор что было на кому на канал ящик когда ящик чего агдама вино агдам такого раньше короче на кому ящик агдама обольется что и зеленкой или нет сколько зеленки полу пол ведра зелен где вы взяли аптеку ограбили то есть было еще 158 144 это сейчас у меня не посадили меня не поймали за этот короче вы набили аптеку чтобы намутить зеленки чтобы потом со всех тюбиков слить зеленку не облить прокурора как ты облил прокурора было бы это 5 этажное здание они раньше на первом этаже были вход туда свободно то раньше не стояли там это росгвардия то лишь можно было свободно зайти вот она секретарша вот кабинет прокурора все забегает обливаешь и убегаешься убежать и не успел сразу закрыли не закрыли до обозрелись под подписку отпусти сильно облил его отмывался и долго получил нормально по голове от метели так под зато еще раньше не били так сильно малолеткость но на сколько это было те лет 14 ящик поставили каш типа даже не было вообще варианты мопед мопед на у нас я купить его невозможно было он стоил тогда 100 долларов семья у меня была не денежноспособна мопед надо бы во дворе как бы ну чтоб проявить себя как-то чтоб на тебя обращали внимание другие надо было как вот оттуда мы иначе творческие жизнь 2 охотка лишь 2 поджог корейского консульства поджог корейского консульства но это даже в интернете это 98 сколько ящиков не спор просто подожди машина ну пошли там чем взять покушать так получилось по неосторожности вы в консульство пошли взять еды что не дым но корейского консул конечно все импортно а импортная дорого стоило 90 мина короче пошли за едой получилось спалили консульс сильно сгорело нормально подбой они богатые иностранцы построят почему северную карьеру а северной вообще не 3 3 3 разы не помню за чего вот ведь а тоже были сто пятьдесят восьмую что на этот раз на этот раз мы там что-то честно не помню 4 4 раз войны и нападение надо он тех людей которые торговали спиртным наркотикам на фига вы на них напали потому что забирали у них деньги у них деньги были всегда люди паракетирили что-то вроде того была своя компашка это такой году это был 2006 год 2007 начало много забрали прилично долго плохо подбирали почти год хоть где не были нормально денег подряд но они торговали наркотик первыми мои бомбили сколько дали изначально запросили там что-то около десяти а дали семь с половиной вышел в пятнадцать в четырнадцатом четырнадцать долго погулял сколько мы есть два что было воронеже то же самое сто пятьдесят восьмую и продажи виртуального бензина талоны бочки с водой нашел жалей берешь 100 литровую бочку берешь эти вот мусорные пакеты просто бочку наполняешь водой мусорный пакет он опускает наливаешь на бензина в этот мусорный пакет все покупателя зовешь что он знаешь что в пакет 2 литра туда берешь он нюхает бензин все закрываешь бочку а украли что а украли мы там не помнить что мухами даже не помню у него и сколько вы таких бочек продали 2000 литров нормально на торговали но что был расчет что вас не найду ничего самое характерное у этого потерпевшего фамилия оказалось халявин воронеже тогда весь уголовную розыск ржал с этой темы но самое смешное было то что он приехал потом в колонию там где я сидел тоже по статье это же мошенничество общались не нормально он потерпевший к этому вас не нормально общаться типа по сути ты сидел и за него до а ты весь бывалый такой веном не заплатил потом влаги зашел зашел за то что сдал сколько за будет сколько так и помирились заплатили нет я попал женился и уехал освободился последняя судимость последняя садилась пьяное вождение поймали гайцы пьяного три раза на одной и той же машине за один и тот же день ну да время равны типа первый раз остановили выписали да они отъехали подальше ну я подожжал что воду корту проехал но опять ты одни и те же еще не потом второй раз отпускают а чё не не забрали тени а куда не забирать я уже до этого сидел 15 два раза по 15 не могут они второй раз возбуждают удало на нем а машина я просто вызывал таксиста он забирал под своими то бишь на навес площадку не ставит машина если предоставляешь трезвого ну а третий раз в третий раз я уже почти до дома доехал на повороте взяли они же они знали где ты живешь и они знали что ты будешь туда ехать они были удивлены твоей дерзостью ну как несчастливы были прикурс схватить три раза уже тоже идут какие-то бонусы я не знаю сколько дали год и 9 это когда был это двадцатый год был сколько тебе до звонкам было сейчас вот когда стал до 20 дней но мне там еще коряживать 20 дней до звонка и ты пошел воевать не а у меня еще досудимость ну я ждал суда когда по сто пятьдесят восьмым и по 264 158 на кража 264 наркотик не пьяного для награждения на просто не один протокол затормозить специально чтобы тебя не но это как и сделалось это раньше 90 тоже в сейфе не всегда лежала под конец когда если выходит человек если он не нужен они поднимают бумаги якобы вот обнаружилось новое преступление или поднято забыто старая не себе галочку и палочку расследовали нашли что пришел убивать нас да я пришел вообще у нас набирали как в группу эвакуации я ну как я не стыня не воевал ничего просто группа у вас набирали то что будет вот а спритом 200 300 мы пошли то я не знаю как молот в этой ситуации оказались знают ли там наверху об этом там разбирательство будет ли мы реально вот ваши даже когда залезли в окоп они увидим у нас не было ни оружия ничего на поломано что уже был но даже гранат ним и когда мы вылезли с окопа и они ванна мы нет минобороны они сами удивились как да потому что он ушел и первое просто они удивлены были они и шли не знаю что там вангут сидит я не знаю как вот эта ситуация сейчас произошло я только помню вырубился на потому что прикладом ступа я чухол слова когда все вставайте пойдем во первых целый день дома встреливаю у нас там гранаты вот эти вот птичка скидывал а мы теме теле каком польки то бишь ну постоянно контузии вот это вот она все рядом а я только после контузии это великое то тут где-то тут нет бомба просто но они удивлены саму день летели вот эти вот польки все вот это лота постоянно я тем более только после госпиталя недолечился от контузии у меня справка в военнике лежит форма 1 то что у меня серьезная контузия просто поступил приказ срочно на передовую там мы собрались думали то что там эвакуация летит а тут бас бас я за три часа уже оказался здесь обещал время все мы сидели два дня в окопе ждали когда там какой что-то скажут разъяснял никого не волнует возгибать и до гепатит плюс плохое кровообращение сосудистые заболевания здесь гепатит какой c и все-таки на хрена ты пошел у минобороны потому что минобороны как бы им веры больше то что там действительно акулацию в ангар мы уже все знали потому что вы знали лучше туда не идти там все жестко минобороны как бы думаю что все иначе я получилось непонятно кто победит не могу рассказать по ощущениям даже прощением невозможно это сказать кто победит невозможно невозможно противник 7 что на что ваш ваш не 7 я не могу судить они военный человек я не знаю если вы сказали как там правильно там машину скрыть или счет что-то я больше того кто взял а что касается военность украина большая нет ни разу нас провязали у нас все завязано сколько война идет война до 2014 года насколько красавчик да активная фаза когда вы полезли это все с 6 направлений вот это я не могу сказать 10 месяцев 24 февраля надо украину на дорогу херня я не могу мотиваться просто вы 10 месяцев ничего не можете сделать во сколько раз мы меньше вот эта херня вот это посредине вы нет вот это вы а вот это вот синенькая это мы маленько вот это украина вот это рашка удивлен размерами по пятнадцать размеряется интересно посмотреть это вот вы напали на нас десять месяцев вы не можете сделать ни хера ты сказал что ты не глупый как ты думаешь если министерство обороны набирает зэков о чем это нас когда он к нам именно конкретно минобороны не приезжал нас вызывал замначальник колонии говорил просто набирается группа конкретно на вклад выносить раненых и двухсот ну минобороны вы были в минобороны я это знаю но когда минобороны набирают зэков это о чем говорит если подумал даже не могу предположить говорит о том что все херово говорит о том что кадровой армии нет что нужно мясо которое будет идти и умера за которой не будет спроса можно так я наверно воздержусь ничего потому что я не знаю как сформулировать как правильно поставить так как нибудь на русском языке можно у меня два класса образования я в школе даже не научился я не даже в тюрьме не дали учиться сказали то что с тебя все равно ничего не получится 9 классов нарисовали все и реально был в буду писать умеешь умею в тюрьме научился пацаны научить ну давай сформулирую на блатком умеешь же по-любому сформулировать что именно мысль которую ты по поводу эти пятныш до чё сформулировать справедливость восторжествует кто прав кто виноват там уже как судьба решит кто прав кто виноват я не знаю я отлично но такой человек то что я считаю то что в каждом народе есть плохие люди и твари и скоты в каждом народе есть хорошие люди независимо что это за страна что за национальности что тому подобное но для такой вот это не так так и есть я даже в тюрьме есть там таджики также да какая разница в каждой нации плохие люди здесь хорошенько независимо что это за нас поэтому ну я как бы такой человек я пошел от реально потому что сказали то что вот именно эвакуации да тем более куда мне напередок у меня во первых я хожу или как вы сами и стрелять они умеют так поэтому мой вопрос еще колорит не звучит если вас отправили напередок то чем это говорит так первый раз правитов к это наблюдение понятно я про другое если военные ваши министерство обороны отправляет зэков неподготовленных напередок это говорит о чем о том что кадровые военные закончились можно так сказать или нельзя можно предположить ну конечно можно не предполагать да можно предположить какая вероятность встретить слона 50 на 50 50 процентов среди 50 процентов не встретить а почему топ-то би это мы говорим за 3 картинка понравилось да да ну как сказать просто ну каждый человек просто вот есть большая вот эта херня которая пришла к маленькой их и захотела чтобы маленькая сложила руки и стала на колени смотри можно да 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 смотри но каждый человек любит ту страну в которой она вырос да ты любишь свою страну я я люблю именно свой народ свою страну да но с властями я как бы судя по моим татуировкам я не как понятно вот я люблю свою страну что твоя страна делает в моей стране ну вот этого этого уже политической это никому я вот поехала чисто на ауклацию пацанов на хрена ну как сказали на хрена тебе этому пообещали просто просто ты думаешь тебя бы исправила это белая бумажка что-то белый пушистый меня да да нет нет вот это на хрена на те нужно было надежно было надежно бабки ну бабки да тоже неплохие бабки неплохие хоть они таким трудом а тут еще и непонятно вот это вот каждый человек если говорить откровенно любит свою землю я уже свою землю я вырос там явно к вопросам нет к тебе вообще к один вопрос если ты любишь свою землю в каком ты городе был твой родной город такой какой смыть самый любимый родного нет просто лютой города находка находка это сам край земли самый край земли вокруг океан да и у меня к тебе вопрос какого хрена ты делал под лисичанск в десяти листов сколько там восемь тысяч километров до находки где тут находками как находка но я думаю где-то вот так вот здесь да потому что судя по клада да вот тут ураны насколько я понимаю вот что ты делал отсюда восемь тысяч километров здесь какую свою землю свой любимый народ да не но вот эта ситуация аж объяснил ну ты у меня спрашиваешь то что ну какой народ там лучше какой ну я бежать я не спрашивал какой народ не ну я это просто как сказал пасы у вас непонятно с вами зэками легче и проще разговаривать чем с военными раз потому что военные там вот это у меня приказ короче меня не было выбора ну понял да мобилизованные которых сейчас гонят там из москвы из питера со всей страны с вашей вот это здоровой херни они вообще не понимают что они тут делать им платят меньше платят 30 тысяч плюс какие-то там бонусы там 50 60 получается их бесцельно гонят как скотт на убой сегодня вчера завалили одним взрывом 500 человек новости видел на на они бесцельно просто мясо в твоем случае мечтая надежда на хорошую жизнь после того что ты же ты же понимаешь что ты не протянешь вот в таком режиме я понимаю вас гонят точно так же какие вагнеровцев на убой можно так победить сколько раз ты стрелял сколько раз на 1 5 подготовлены сильно вот так выйти заходим так нас они готовили на атаку получается когда тебя напередок кинули в окоп без быка еды без еды же не было воды не было да не было как родина которую ты любит своим людям относится командира у нас такие командиры это не родина я имею ввиду про тех которых нам были представлены думаешь где-то другие хорошие нет 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 ну как ты можешь пойти в атаку если ты ни хрена не умеешь и не знаешь а тебя кинули туда сложные вопросы на которых нет ответов есть ответ но у меня лично не хочешь просто думает потому что неприятно осознавать что это тоже присутствует просто кусок который бросили сказали идите умрите как 4 делать правильно расскажи рецепт я ничего не знаю я не знаю ну просто берешь насыпаю давай в рецепт от авторитет авторитет я просто мужик работягин емкость какая 500 пол литра металлическая грушка дальше берешь на 4 коробка спички вначале кипятишь или просто кружка 4 коробка чая такой чай должен можно мелко листовой можно гранулирован лучше гранулированный чай на 4 коробка заливаешь водой водой ставишь на плитку подымаешь шапочку подымаешь что значит люди же не понимают кипятишь и подымышаешь там да не надо ничего мешает сколько воды набрать ну такой чтобы до верхней то есть смотри пол литровая кружка на 4 коробка воды холодной кипятильник или не на плит на костре на кипятильнике не сваривших ну как ты его сваришь но он будет простой чайки ты же расширь конкретного рецепт берешь на поднялся он поднимается шапочка увидишь шапочка грибок только я прорвала все снимаем типа она вначале разбухла такая штучка шапочка поднялась но ты увидишь только вот начал вот это пузырьки вылазить наружу все снимаем на крыло стоишь ждешь пока чаяния сами осела чем накрывать до любой книги это можете только осел обратно ставишь опять подымаешь только уже не ждешь этих вопросов шапка поднимать да и все может как правильно пить правильно ну как нравится ну по два глотка я объяснял просто это придумали мужики лесорубы когда у них была заварка чая было там человек 17 и просто всем досталось они по два глотка запустили а так чай пьется он может там по три глотка может по 2 много выпить эфира можно много его много не боя типа тот кто на опыте будет пить сколько есть какой эффект от чефира эффект на повышает кровообращение расширять сосуды то бишь но у тебя начинают гулять начинает от этого на сцене на это вообще рекомендуется для тех у кого сосудистые заболевания потому что таблетки не всегда помогают чем его можно пить убить чем вкусно правильно чехи сахар ложится сахар самая четко но как мне нравится это либо селедка либо красная чефир селедка или красной рыбы оболоненно получается но никогда не пьется сладкими конфетами шоколад заварка из кружки убирается и пьется из кружки да но ты просто наливаешь другую кружку заварка осталось нам ну тот чай дальше продолжает настаивать а и он не выбрасывается можно еще воды туда добавят и добавить поднять потом перец и нить насыпать сверху подмолотку не заварить эксклюзивный рецепт да за селедку я вообще короче ты попробуй даже просто чай не чефир просто такой чай с просто она вкусно на вкус пригольно также вот возьми растворимое кофе у нас кафе там до чего угодно просто в холодной водой залей его размешает и попей она будет намного вкуснее чему-то кипяченый кофе расскажи что нибудь прикольные из тюрьмы то есть не знаю так будем звонить пробовать что скажешь она знает что ты здесь что хочешь сказать просто известить что здесь ну ты не говоришь где ты находишься ты решит и в украинском плену ты знаешь где лучше в плену или в армии неправильный номер правильно попробуй набрать 22 на ночь так может может там и ватсап будет потому что этого номера нету видишь на этот номер говорит не зарегистрировал 504 да 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 ну так видишь я предупрежу что записывается у нас бросил нас по видео не может общаться давайте сфотка нафига мне что-то плохое говорить это у вас такая тема что-то плохое говорить да не просто так говорят иногда бывает прошел говорить окупантами оккупант а шоу не оккупант но я просто думаю как правильно сказать так как можешь хочешь так и давать не знаю ну кауцу ну что ты думаешь в экономе отвечает ну вот что ты думал ответит у я же я же за то оккупанты и чине губа я не считаю себя кубандом просто хотел помочь но вот автомат был автомат был поломан ну это ваша армия такой по чужой земле с автоматом бену это как вор или него я все лежит жвачку взял можно тогда всегда говорили воин воина должен уважать правильно наши родители противника можно правильно наши бойцы уважительно кому отнеслись на чечен а причем ну а где уважение в день уважения к купанку и ты типа за слово что я назвал я не 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 вообще говоря нормально нормальная тема 300 баксов где мы 300 я за тебя дал 300 баксов люди но я знаю скинулись а я тебе за тебя за нас по 300 за луганских по 200 где бабки наши люди скидываются чтобы вас не убил когда-то надо да как на родину еще отдать а ну давай пацанячий базар следующий раз если кто-то будет идти вложите сразу деньги в карман это будет более эффектно больше чем полтора миллиона где там вот на первой точке когда ты заплатил кто забрал вот они на первом досмотре у нас забрали отдела столько бабок у нас зарплаты были в кармане красавцы купят на это полтора миллиона вообще наши красавцы а чё так мало чумал все деньги забрали мало больше не было все зарплату забрали молодцы офигеть пазаки вообще красавцы они это еще там сбили спрятали по любому на ничему там я там сказать то восьмерых было полтора миллиона по 200 косарей там у кого было 200 у кого 300 у кого вообще было сто там в общей сложности там на больше чем полтора миллиона вообще респект молодцы короче что там за рулем аллода добрый ладно давайте тогда до свидания вот такая страна вот такая такой руководств мы вот так вот закончили разговор как ее звать не дала согласия чё она боится но она работа структура какие государства не гибрид и там поэтому прикольная страна у вас не может поговорить с ним потому что боится что ее уволят говорит только расплет расплелась как она сказал распетляла только и не хочет по новой проблем зато я спрашиваю что будет уволят зашел захотят и уволит есть еще кому позвонить кто он хорошая знакома у меня где-то помогал где-то она мне помогала расстроился на работу кстати я и куда вас расстроился так конечно хотелось бы поговорить ну че сделать такие ситуации определяются же правильно в дружбе и тому подобное какой-то вывод сделал для себя на сделал ну я бы лично пообщался правильно друг подопознаем саде в беде у нас пленные на нашей беседе завершительное слово я прошу обратиться надо сюда эти не надо сюда эти обманули не обманули какие вещи брать зубную пасту там еще в твоем случае наверно тебе надо обратиться как твоим коллегам языка ты на оба реально вкратце можно сказать как хочешь 20 минут на его разговорах в обращении что сказать прежде чем что-то делать какие-то шаги стоит лучше подумать тысячу раз потому что те которые мы делаем шаги и как нам говорят что нам говорят она большинство случаев она не соответствует действительность прежде чем что-то решить там на какое-то предложение дать ответ лучше тысячу раз подумать и 400 раз перечитать это все бумажки которые там написаны потому что там где маленькими шрифтами написанного там то большинство на и закрыта рыба просто просто обдумывайте каждая свое действие не наш это война это война верхов мы отпускаем и воюем и воюем и все и все и все и все да только верха ваши воюют руками такими твоими ты в курсе что тебя обманули? ты как ЗК с опытом и стажем знаешь четко кто может освободить ЗК? сейчас уже понял кто? или суд а кто? суд или помилование суд тебя освободил? нет помиловку ты получил? нет помиловку понял Путлер подписал бумажку от твоей помиловки? то что ты ее написал это да писал же? писал тебе ее подписали? не знаю нет потому что если бы подписали тебе бы ее довели вы помилованы указом царя такого-то Российской Федерации все построено таким образом чтобы вы не вернулись вы не прошли свой двенадцатимесячный контракт двенадцать месяцев? шесть? нет двенадцать только сказали день за два где-то было это написано? нет двенадцать месяцев ты подписал? можно выжить двенадцать месяцев там? думаю нереально родина твоя тебя любит любит и Ленка какая сумма покурить да? любому было бы неплохо было бы неплохо вечно рабы должны быть в стойле если Ленка не хочет говорить с тобой потому что потому что страшно за работу работа ей нужна было у меня желание не под запись дать поговорить тебе но нет этого желания пропало потому что ну хоть увидел на ты я думаю что ты бы не захотел с ней говорить не ожидал? не ожидал? эту работу я не нашел представь как власть все построен ты ее устроил на работу звонишь из украинского плена она говорит я боюсь потерять работу которую ты ей дал что ты думаешь? задумывался? не знаю зачем о чем разговор такой задумывался со мной идут? например что тебе было интересно? что интересно было? что-то узнал новое? не новое просто убежденность в том в чем я сомневался в чем ты сомневался? ну а завтра поговорить если это будет? не будет ну рекомендуем я просто перекубатурю как? перекубатурю не ну интересно было бы или нет? перекубатурю я видел твое лицо когда она сказала нет я видел твое лицо когда она сказала нет где нельзя там где клюшки найти больно надо было кого найти клюшку ну доктор обещал ну так принесу тебе на помощь пожалуйста на помощь так это охране надо на помощь ну да здесь окей там и я так и это вот